Субтитры сделал DimaTorzok 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 здесь все четко вот я сейчас увеличил видите какая поверхность рыхлая, шершавая а если делаем вот так нормально невооруженным взглядом все отлично так что я конечно увеличил все на видео и поэтому так кажется что так все страшно но на самом деле все не так страшно когда не увеличиваешь а смотришь просто вот без лупы скажем так вот так смотрю глазами как будто там все чисто начинаю смотреть через телефон ни хрена не чисто так что ошибка мне кажется вдаваться не надо потому что если под микроскопом посмотреть то вообще с ума сойдешь что там происходит вот видите вот это место если смотреть под микроскопом тогда столько микробов вы увидите на своих руках что просто офигеете поэтому особо под микроскопом не надо конечно смотреть мне так кажется кается как райкин помните говорил была там такая кается вот и мне так кается что особо не надо ни хера не видно без телефона ничего не видно потому что глаз туда не засунуть кузов мешает мешает и ни черта не видно поэтому приходится через телефон смотреть ну в принципе это сейчас третий цилиндр вот четвертый вообще невозможно делать просто ни черта не видать нафиг ну в принципе с пивом потянет вот эта стенка тут угол грязный но я даже не могу уже засунуться ну так себе сейчас пыль выду и воздухом резьба целая вроде это в резьбе грязь какая-то вот она видите по идее бы конечно бы ну тут есть задир небольшой ну да вот эти вот последние витки не такие высокие ну около более-менее более-менее резьба есть вот здесь вот более лучше хотя нормально все нормально просто там грязь да вот это вот место вот вот это вот здесь что-то куска не хватает видите это я не спорю что тут не хватает куска сейчас я думаю просто форсунку вкручу без шайб и по резьбу прогнать потому что у меня метчика такого нету я так думаю хотя черт его знает может я на помойке и взял такой метчик сейчас пошукаю вдруг есть а я об этом не знаю что он есть всякое может быть я же на помойке много брал метчиков может есть кстати у меня есть такой это м20 шаг полтора пипец годили я его покупал ящик 20 лет назад и вот сгодились мне вот он м20 шаг полтора и первый номер есть и второй есть номер офигеть долларов за 30 я покупал тот ящик да в долларах все было ну сейчас попробуем кстати вторым номерком сейчас почище его и попробую чуть-чуть погнать резьбу ну вроде оно не так заеданием идет конечно ну вроде оно ну вроде прогоняется вон грязь свалится видите сколько навалилось грязи да очистит резьбу то я переживал думал мало ли че ну вроде оно так ну что там у вас почистилась резьба нормально теперь должно закрутиться все здесь все чистое резьба вот это может еще почистить вот тут есть тоже забитая сейчас все погоню все почищу грязь забитая они из двигателя смотрите вот эта шайбочка нижняя нижняя она вот такая видите одна толстая сторона одна тонкая когда я вытаскивал родные шайбы я посмотрел вот этой толстой стороной кидалась колодец а верхняя это у нас к форсе идет к форсе ну вот вот оно где ты епта вот такая же ситуевина есть с верхней шайбой тоже есть плоск у этой есть плоская сторона плоская сторона есть и округленная плоская я ставлю к форсе круглой в башку потому что там кажется что немножко конусом ну да вот видите вот она конусом то есть конусом к алюминию к башке а это к форсу сейчас их отжег отжег их еще сейчас две там же у меня есть какие-то криминальные места я две отжег сейчас две отжженные ставлю две не отжженные резьбу прогнал форсунка легко стала закручиваться ну как бы получать все равно стенки чуть-чуть там почистила легко стала форсунка закручиваться даже немножко качается может и не стоило резьбу прогонять ну прочищать ну с другой стороны это который там есть забитый резьбой этой фигней гарью сажей тоже нехорошо ну короче три штуки я прогнал а на третьем котле легко же выкрутилась там не стал прогонять так что сейчас вот ставлю сюда вот напоминаю здесь такое пятно есть вот оно видите вот оно пятно это есть поэтому я решил отжечь сюда шайбу и положить пятно это не я делал это так было даже вот так вот невооруженным взглядом это видно да видите что там косячок такой есть сейчас поставим посмотрим как оно будет перекрываться по отверке опускал туда маленькие на отвертку делал опускал вот так вот выглядит видите все равно там торчит пятнышко как ни крути вот видите и она не четкая видите не такой калибр прям что она сюда четко ложится в колодец как бы вот так она лежит видите будем будем пробовать что другого варианта нету я же не собираюсь головку менять у меня есть башка кстати распредвала нету у меня же двигатель от старой моей машины такой есть но там я колено продал был был большой пробег там распредвал изношен был я продал колено человеку а второй движок стучал что стучало не знаю может колено может поршневая вот оттуда я распредвал снял там идеальный распредвал был я продал а у меня сейчас видите чуть-чуть такой ну есть небольшие косяки так что надо будет при возможности купить еще один движок я думаю в норвегии и растаможить его привезти пусть валяется у меня этот двигатель если будет дешевый двигатель тысячи за 3 крон бы я купил этот движок я покупал дорого он охерел в начале был разговор 3 тысячи 3 500 крон а он потом когда я стал снимать 6 тысяч крон я говорю нахуй не буду снимать короче я с фольксвагена купил движок 2.4 за 3 тысячи крон с коробкой а этот не стал брать и короче я потом он мне за 4 500 потом продал этот двигатель заказа осуществлялась тесная совместная работа вооруженных сетей оборудованного комплекса он меня короче на границе увидел когда я растамаживал моторы через несколько дней он говорит типа здорово ну по-норвежски hi guys типа что там я говорю за 6 тысяч крон пишу на бумажке 6 тысяч ноу ноу он такой ну давай за 5 я говорю ноу ноу биг прайс биг прайс говорю 4 он такой ноу типа 4 500 давай май френд типа тебе 4 500 хотя блядь хотя обещал за трояк то есть такая вот там фигня процветает ну в итоге короче вот я его за 4 500 купил потому что у меня выбора не было у меня тот движок стуканул как бы да и я купил этот двигатель ну он был полностью с генератором со ст нвд с турбиной с гуром ну вот целиком я снял вот так вот и все так ну что следующую ставим форсу пробуем затягивать затягиваю без динамометра во первых у меня его нет во вторых я не знаю силы который затягивать так я думаю все нормально будет и так так что там колодец чистый чистый так все следующую шайбу четвертое самое сложное ну вот все вроде бы хоккей 3 кстати вот третью резьбу не прогонял тоже все равно видите качель есть то есть все нормально я прогнал точно также у меня шатается форсунка также там где я не прогонял резьбу все еще затягиваю хоть бы чисто все тут уже чисто это у меня этих движков снятые в форсунке из 8 4 рабочие теперь 4 смотрим все чисто тут максимальное увеличение на телефоне вроде бы как все хорошо сейчас буду кидать до шайбочку и ставить 4 смотрим туда рассмотрел видео как-то люди умудрялись ронять двигатель эту шайбу когда вынимали они с минали кидали как-то непонятно как они это могли сделать но они умудрялись это сделать так где у нас тут вот это вот круглая часть сейчас мы как-то они умудрялись сделать не знаю как но как-то они умудрялись уронить внутрь все силу-то пробуем сейчас форсунку чистим торец и закручиваем крайнюю поставил шайбочки на обратку сейчас буду собирать смотрю слакс славяна грешилова камазиста вроде все чистое так но отрегулировал все клапана 015 на холодную нашел там информацию но там было написано в мт ставишь что-то клапана 4 регулируешь потом проиграл счет 4 но я почитал там драйв-ру чувак пишет все это хуйня он пробовал зажимает клапана но он ведь я всегда делаю чтобы кулачок был внизу и на другой стороны ролик я принты всегда тоже так регулировал ну вот пришлось каждый прокручивать до каждого своего места чтобы кулачок был с этой стороны а на другой стороне был рокер ну вот 015 зазор я сделал вот он 015 на холодную как надо масло где-то ездит и нету ну короче все должно быть хоккей посмотрим я всегда так в принципе делал того на фишке написано что вы выставляете потом типа заводите машину прогреваете опять снимаете клапанную крышку блять проверяете зазоры чтобы они у вас были 025 впуск 035 выпуск хера себе процедура с ними поставь клапанную крышку опять с ними ну чё это бля за за чудеса какие-то не буду это делать сейчас я поменяю прокладку стали прокладка на заказ 300 с копейками рублей наличие возле около косаря это более-менее качественное сейчас там сзади полумесяц про него надо не забывать кто знает тем хорошо кто не знает тем надо не забывать так сейчас еще все это дело мизинчиком растворителем обезжири мы поставлю клапанную крышку принципе осталось клапанная и остались свечи или сейчас не буду ставить клапанную поставлю свечи за виду я обычно так делал заводил и с открытой клапанной смотрел чё как вообще правда брызгает немножко тут маслом это однозначно но в принципе ничего страшного а может клапанную сейчас закрою подумаем сейчас смотрите как ноги прокладку поставили куска нет ее завернула как-то у них как-то они и еще это такое нет произошло как у них то вообще получилось как сделать вообще не пойму как-то все это мастерски у них получилось даже непонятно как куска резины нету а здесь что-то как-то вообще пиздец как так можно сделать там сзади полумесяца стоит под распредвал типа блять как они это умудрились без сделать но загадка короче прошу прохладку нового купил оплату кстати вот она викторе из номер кому надо и ну там эти резинки есть 3 идет в комплекте она же на honda еще подходит поэтому наверно 3 идет в митсу бисе два болта зажимных так поставил сейчас надо подключить клапан на тнвд провод у меня тут висит и покрутить закачать соляриса надо лучше надо сделать и попробовать завестись надо грешил осмотрел наверное весь шансон переслушал час пятнадцать он шансон слушал вот видео час 15 я думал я ну короче понятно да то ли сидел то ли чего еще непонятно шансон это конечно круто так ну что пробуем так что такое только что работа льда клапан на тнвд может нет вроде подключен чего не заводимся только что заводился спортика не хочет чудеса с лучей так чё ну свечки я подключил живете свечки же я ведь подключил чё надо вопрос может быть только одно что клапан на тнвд не срабатывает вроде провод подключен у меня напрямую было интересно чё такое что-то провод наверно питание нету сейчас будем посмотреть что такое работает работает ток есть а чё такое было непонятка какая-то что надо я не совсем понял что за приколы клапан подключен клапан клапан вроде бы подключен что хочет он не понимая чего ему надо чего ему надо чего ему надо чего ему надо что за проблем что за проблем не понял ты что мозги композируешь да а вот спусковым все четко заводится мало напряжения что ли что что за проблем я не понял и работает ровно что это был такой звук какой-то был опасный Видели на этом что-то ды-ды-ды-ды, скучал стал, да? О, нихуя, это все зашло. Вот такое могло быть, когда под клапан попало, блядь, вот это вот говно, которое там в поршневой было, понимаете? Вот он только что подтраивал, и вот, может быть, между прочим, попал там этот песок, который там был, и его клапану не давал. Он хотел закрываться, и, может быть, поршень по нему въебал. И этим, видать, раздавил этот кусок писька, и, наверное, он улетел через глушитель. Ну, а другого я... Другого я понимания не могу сказать, что это могло быть. Он сейчас только что что-то стукнуло, и он троил, а потом перестал. Значит, все-таки этот кусок говна, кусок говна, попал под клапан, под тарелку, и не давал ей закрываться. Ну, вот, видишь, сейчас все продуло, видать, его. Вот, видишь, там кому закрывать, забыл закрутить. Вот этот вот. Вот только вот это могло быть, что выдуло кусок этого какого-то дерьма, и он стал работать после этого. Так, немножко здесь дым, дым есть, да, слушай. Чуть-чуть дым есть. Какой-то дым есть. Ну, звук только от этого мог быть, больше, ну, ни от чего он не мог быть, этот звук. По-любому. Ну, чудит, блядь, чернотой, вон. Шапка мана кидает, мана маха. А на топливо убавит, да хуя сильно топливо, потому что он как бешеный летает, падла. Сейчас я хочу горючки ему закрутить. Тем самым зажать его. Ну, вроде сделал, горючего убавил примерно, ну, там болт есть на насосе. Делаем. Вот он. Вот этот с дайкой. И подкручиваешь, и обороты падают. То есть убавил топливо я ему, ну, даже меньше четверти оборота убавил. Меньше четверти. Посмотрим, как будет себя вести. Так, в принципе, заводится, ну, типа как BMW. Типа должна покрутить что-то, а потом завестись, типа масло накачать. Свечи на горячую не включаются. Вот. Оборота 3-4 сделал, а потом... Потом завелась. Работает ровно. Вроде у меня было на... Что заводился сразу, без всяких кручений на тех форсах. А на этих надо покрутить. Ну, фиг знает. Может, еще что-то притрется, да? Шучу, конечно. Ну, зажигание вроде нормально. Я не трогал зажигание. Ну, я думаю, что все окей с зажиганием. Потому что, ну, в принципе, все должно быть окей. Окей, окей должно быть. Ну, посмотрим, что же дальше. Так, это моя головка. Это местная. Пока, пока непонятно. Испытания покажут. Может, еще надо убавить. Может, мало. Ну, чернит, блядь, реально. Шапки кидает, бесец, блядь. Он висит черное. Вау, сажа стоит. Фиг его знает, что. Посмотрим. Что будет дальше. Ну, вот, в принципе, все. С мотором вроде бы порешал. Посмотрим, как будет на улице заводиться в холодную погоду. Будет раить, не будет. И будет заводиться ли он нормально работать.